Уникальные календари, пожалуйста, Миллер, покажите ваши календари. Уникальные календари на 2024 год станут активным участвованием, да? Ну, расскажите в процессе. Да, да. Повестия календарины. Итак, Миллер, я вам снова, пожалуйста. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Добрый день. Собираемся, собираемся. Начинать при пустом заме не очень хорошо. Я пока вот эту фотографию нашей команды подержу на экране еще несколько минут, пока мы присаживаемся. Тем, кто думает, что же такое Air One и вообще, чем они знамениты, после того, как я это все расскажу, покажу нашу презентацию, вы можете пройти в самый дальний угол, в самый холодный зал этой выставки. Там VR-зона и там в таких красивых VR-очках показывают наши съемки, наши видео, которые мы делаем. То есть, вы уже можете понять, что VR-баном, к сожалению, вот так просто на стене посмотреть не получится. Наша продукция – это фото и видео в 360 градусов. Здравствуйте, мы посетители золотой черпахи. На главной сцене сейчас пройдет реанция «Путешествие Air One One». Как увидеть мир в 360, эффективность по данным. А также в зоне пасты-класса пройдет пасты-класса «Путешествие Air One One» и рисование света. Ждем вас. Ну вот, наконец, объявили нас. Наша команда собралась уже очень много лет назад. В 2006 год считается годом основания Air Pan. Я начал работать в этой команде с 2010 года. А вот здесь присутствует еще один член нашей команды. Ты с какого года начал работать? С 2011 года. С 2011 года. Ну, в 2006 команда еще существовала в виде двух-трех ее основателей. А сейчас это уже большой коллектив. Каждый имеет свое предназначение. Кто-то снимает, кто-то монтирует. Вот фотография нашей команды в таком интерьере отдыха. А вот фотография части нашей команды во время съемок. И вы можете заметить, что непростые фотоаппараты у нас в руках. К сожалению, а может, к счастью, то, что мы делаем, требует большого технического и непростого технического оснащения. Итак, для чего существует наша команда? Цель, поставленная основателем нашего проекта Олегом Купнюком, это создание панорамных фото и видео всех самых красивых и необычных мест планеты. Вот, например, вот такое место. Необычное. Согласны? Не слышал? Ага. Согласны. Хорошо. Кто-нибудь может догадаться, что это за место? Камчатка. Камчатка. Что за вулкан? В Вилючем, Свиня. Нет? На маху. Колбачик. Колбачик. Правильно. Чистосомка. Отлично. Вам одно очко. Каман. А по мере ведения этой презентации, я буду время от времени задавать вопрос. Какое место изображено на экране? И тот, кто наберет большее количество очков, получит приз. Календарь и Арпана. Я уже его показываю. Ну и Сергей может показать еще раз. Ну, не только один человек. Может быть, это будет не один победитель. Но продолжим. Итак, это Толбачик. Это извержение вулкана Толбачик. Но на самом деле, мы, конечно, фотографы. Мы любим природу. Любим истину. Здесь это фотошоп. Здесь один вулкан, снятый с трех ракурсов. Просто на развернутой панораме. Мы подумали о том, что одно извержение будет не очень красиво смотреться. И лучше, когда их будет три. Но, тем не менее, правильно это толпочит. Как мы снимаем наши диар-туры? Мы используем любые возможности для съемки. В первую очередь, мы начали снимать с вертолета. Когда основали нашу компанию, ее основатели, и я, например, присоединился. Мы ездили по миру. Садились в вертолеты. И производили съемки с вертолетами. Производили съемки в разных условиях. Вот, например, вот эта съемка на Камчатке, как раз вот того кадра. Толбачинский вулкан. Утром, когда мы пришли, к ребятам нам сказали, вы знаете, на улице минус 20, у нас пешка в вертолете не работает. Летим, не летим. Ну, знаете, погода вот такая на Камчатке зимой не часто бывает. Пришлось лететь в минус 20. Ну, что поделать. Что внизу минус 20, на самом вулкане минус 30. Какая разница, что в вертолете нет температуры нормальной, что за бортом минус 30. В общем, мы открыли все люки и с удовольствием отсняли этот вулкан со всех порах. Как, где только не приходилось нам летать. Вот еще один вопрос из викторины. Где снята вот эта вот нижняя, по-вашему, где снята вот эта нижняя фотография? Камчатку грейска, нет? Еще. А что вы сказали? Я спросила, это Камчатка тоже. Нижняя фотография, вот это? Мне кажется, что это не похоже на Камчатку. Есть еще варианты? В Иланд. Австралийский. Нет, Иланд. Австралия. Австралия. Правильно, Австралия. Вам очко. Это большой барьерный ритм. Съемка большого барьерного ритма. Не знаю, может быть, кто-нибудь сумеет определить вот это место. Это сложно. Нет, не Куты Мала. Не Мексика. Не Исландия. Не Исландия. Не Китай. Америка. Америка. Правильно. Но надо все-таки небольшое уточнение. Примерно где? Аризона. Аризона. Это может быть и Невада. Но правильно, границы Аризона и Невады. Я четыре раза сказала. Да? Отлично. И вам очко. Итак, у нас уже есть три человека по одному очкам. Продолжаем. Снимаем мы не только с вертолетов. Прогресс. Развивается. Появились дроны. И стало удобно снимать с дронов. Какие только дроны мы не использовали. Большие, маленькие. Какие только таймеры не делали и подвесы. И еще один вопрос с Векторин. Где снималось вот это место? Вот это маленький шадопад. Вот этот шадопад? В Сахалине нет? Не на Сахалине. В России. Еще какие варианты есть? Ну это Россия хотела? В России. Нет, не Россия. Не Россия. Это опять же Америка? Ну кто-нибудь еще? Есть какие-нибудь варианты? Если нет, если сейчас я не увижу ни одной руки, то я скажу ответ. Аргентина. Америка? Нет, не Абхазия. Америка? Не Америка. А где есть страны? Не Африка. Развлечения все. Не Аргентина. Но уже близко. В России. А, в Нелатинской Америке. Тоже нет. Ладно, все, рассказывай. Это Венесуэлл. Это самый высокий в мире водопатальщик. А просто с нигде он выглядит не самый высокий, а вообще-то самый высокий. Почти километр высоты. Снимаем в человеческих и нечеловеческих условиях. Совсем недавно в нашей команде появился фотограф девушек. Вот ей достается. Снимаем на, можно сказать, снимаем на все, что попадется под руку. На GoPro, на вот такие наборы из Canon, из Sony. Это называется Горыныч. Горыныч, это многоголовое устройство. У него должно быть многоголовок. Вот как раз у Sony, у сетапа из Sony, три головы. И это, кстати, что, где этот сетап стоит? Ваше предположение, местность? Уралка. Не Уралка. Мисс. А, это Вайкалы. Не Вайкалы. Это вообще Россия? Это не Россия? Россия. Тунис. Не Тунис? Ну, какой-то Тунис. В Тунисе, в общем, насчет снега проблема. Где это еще может быть свето по вашему? Владимир. 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 Кто сказал, в Исландии? Два очка у вас. Здорово. Это Исландия. Ну, тут быстро. Кто первый? Лизия. Раз и четыре. Все очки у вас. А вот здесь? А вот это? Тибет. Тибет. Кто сказал, Тибет? Ваши очки у вас. Спасибо. Продолжаем дальше. Я вот это с тобой взяли. Мы применяем разные оборудования. Вот, например, вот здесь вот в Корее мы снимали вот на такой интересный сетат из пятикамер Sony с такими объективами. Снимали. Кто угадает где? Массовая красная форма. Я, скажи, тебе. Очко. Тебе очко. А вот это? Самчат, да? А местности? Ну, понятно, что это так просто, но все равно предположите хотя бы где это могло быть. Южно-курильский заповедник. Южно-курильский заповедник, правильно. Курильский. А само местность вот точно... Курильское озеро. Курильское озеро. Это крестность Курильского озера, я бы сказала. Верек Курильского озера. Нет, это так называемая стенка. А, я не знаю, там где миловые скалы вот видите? Да, да, да. У меня два очка. Продолжаем. Мы снимаем, ну да, вот это снято там же. А кто угадает, где снимались вот эти милые создания? Где? В Априрюкской страны. Не в Белоруссии. В Белоруссии? В Белоруссии. В Белоруссии. В Белоруссии. В Белоруссии. Не там. Не там? Нет, не там. Где? Это не из Белоруссии. А? Нет. Ну нет, это ничего не делается. Нет, это не детям. Россия. Россия, Россия. Все выходят в зоопарк, но ничего там было. А? А еще где? Кто-нибудь знает Игоря Шпиленко? Да, правда. Ну вот это снималось у него в гостях. Ну, значит, это получалось на Комчатке. Нет, это не Комчатка. А, Белоруссии. Правильно. Правильно. Продолжаем. А мы снимаем его так. и подводная 360 фотография в последнее время приобрела большую популярность. По-моему, смотри. Еще свет. У нас есть ли там, да? VR? Нет, нету. Есть, да? Есть подводная фотография. Отлично. Можно посмотреть под водой. Это просто изумительно. Мы отсняли почти всю планету. Да, осталось еще несколько мест, которые мы не отсняли. Но, в принципе, зайдя на наш сайт, вы можете побывать в очках, не в очках, а просто на компьютере, на планшете или на мобильном телефоне. Мы вот в одном из самых, в любом из этих, отснятых нами, самых красивых мест мира. Вот наш сайт. Вот очень простой. rbana.ru Можно rbana.com, если кто любит на английском. Есть даже на китайском. Китайцы почему-то очень любят наш сайт. Здесь есть 360 фото, 360 видео. Есть несколько приложений для айфонов и для айпэдов. Они, кстати, сейчас работают? Работают. 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 Да, еще недавно работают. Мы выпускаем множество книг, в том числе на наших фотографиях делают большие календари. Не только вот такие, как делаем мы. А вот нео делает на основе наших панорам. Вот такие огромные масштабные календари. Мы неоднократно побеждали в различных конкурсах. Вот эта фотография победила в золотой черепахе в свое время. А есть еще такое панорамное соревнование. Называется панно «Авардс». Проводится компанией «Эвсен». И в нем есть номинация «360 градусов» для «Авардс». «Авардс». Так из 12 раз, когда проводился этот конкурс, 10 раз «Эрбана» со своими панорамами занимала первое место на этом конкурсе. А теперь давайте продолжим. Ну, после Антона, конечно, когда Антон показал здесь огромное количество красивых фотографий, мы продолжим нашу викторину с самыми красивыми местами России. И давайте... Кто будет угородить? Итак, что вот это за место наверху? Какая местность может быть вам сейчас показана? Нет предположений? Хибины? Не Саяны, не Хибины. Кто сказал Алтай? Вам очко. Не уходите далеко, вы можете выиграть. А нижняя фотография? Где могли быть такие звезды? Ну, тоже на Алтаю чем-то. Нет, не Алтай. Не Мурманск. Не Мурманск. Нет, не Архангельск. Ну, север Россия, где-то там. Россия, Россия. Почему Россия? В России пор много. Где? Нет, не Новая земля. Какого буквы там уже было? В Дальний Восток. А, был уже? В Якутии, можно? В Дальний Восток. Кто сказал Гвардей на Балкане? У вас уже 30-го? Это Эльбрус. Алтай, Эльбрус. Так, ну, переходим к более сложному заданию. Где может быть снята вот эта панорама? О, именно тут, werden 근데. Там Куреев. Это, да, ну это будет-то и на Курееве уже тоже. Нурок. Калмачка, да? Два мачка�ка. Плату Патарана. Ла, Патарана. Урал, да? Плату Патарана, хорошо. Нижняя финография. Камчатка, хорошо. Камчатка, это много ответов. Кам тут виден, что это может быть за озеро. Для того, чтобы получить очко, желательно сказать, какое озеро загружено на этом. Это в Южно-Курильском заказнике. Да, это сложный вопрос. Какое там еще озеро? Но это не Курильское озеро. У них есть еще одно озеро, на котором много медведей водится. Считаем на трех. Раз, два, три. Говорю ответ. Название озера – озеро Гамбельное. Оно уже находится почти на самом юге Камчатки. Там, совсем чуть-чуть до конечности. Продолжим наш лекторизм. Извержение какого вулкана здесь изображено? Толбачий. Нет. Ключевская сопка. Ваша очко. А Толбачий тоже входит в Ключевскую? Он входит в труппу Ключевских вулканов. Но это конкретно изображение Ключевской сопки. Третья тревога. Третья тревога. Он все надолбовочек. Устанчик. Это фотография. Здесь не та. Это даже две фотографии. В одном месте снято. Ваши. А? Россия. Точнее. Кто-нибудь еще может сказать где снега эта фотография? Это тоже Дальний Восток скорее всего. Дальний Восток. Кунашир? Нет. Не Кунашир. Не Сахалин. Хорошо. Опять считаю до трех. И очко не попадает в вам. Один. Два. Якутия. Нет. Не Амур. Не Якутия. Не Якутия. Самый простой ответ. Ну, неужели вам не нужна эта фотография? Вот это вот. Вот это вот. Поверьщая земляне о чем-то не говорили. Ну, это на Камчатку похоже, конечно. Дарина Гейзеров. Правильно. Ваши очко. Идем дальше. Вот эта фотография. Уже Сланник, Камчатка. Камчатка. Сланник. Сланник. Так. Местность. Местность. Сланник с Вулканом Горелой. Скорее всего. Нет. Не рядом с Вулканом Горелой. Хроновский заповедник. Хроновский заповедник. Правильно. Это часть Хроновского заповедника. Местность. Узун. Узун. Вы на месте Камчатки. Вы были. Поздравляю. Это Узун. Кто знает, что такое Узун? Узун это вулкан. Кальдера Вулкана. Кальдера Вулкана. Правильно. Л精, по-третьему выбирала улыбок. И,amente, там кто-то давно осело і там такая активна терміческая зона, где снимали знаменитый фильм «Земля Сальникова». И там водятся вот такие вот милые, отъедшиеся ребята. Ну, давайте еще как бы дадим шанс набрать еще кому-нибудь очков. Вот это где может быть снятым? Курицкое озеро. С вами неинтересно. Сергей, выдадите календарь, пусть она уходит. А то другие не получат. Она хорошо знает Камчат. Кто же хочет понимать? Вы молчите. Я уже предсказал. Ну, кто первых скажет? Курицкое озеро. Курицкое озеро, правильно. Это Курицкое озеро, а это Кудхиды-Баты в окрестности Курицкого озера. Посмотри, это проявитель. Вот, спасибо. Так, и вот Антона тут нет, а то бы он слезу получил очков. А это не Катан, это Курицкий островок. А не Катан, Курицкий, правильно. А верхняя фотография? Кто угадает верхнюю фотографию? Сахалин. Нет, и Сахалин. Ну, я не знаю. Но что, предположение, что это и другу возможно? И друг нет. Урская коса, Калининградская область. Правильно. Сергей. Туда тоже, однозначно, комментарий уходит. Все, больше не участвуйте. Ну, на этом, кстати, презентация, в общем-то, и закончена. А почему она закончена? Потому что вы имеете возможность посмотреть на то, что творит и вытворяет команда Эрвана в самом дальнем зале, в VR-зоне. Он холодный, одевайтесь теплее. Там очередь. Но там наши... В общем, красивые видеосъемки в 360, можно посмотреть в 360 очках. Спасибо вам всем за внимание. Меня зовут Дмитрий Брисеенко. Команда Эрвана. Эрвана. И те, кто добрал очки, вы, 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 и вы, подходите за календарем. Так, вот, Петрович, третий календарь. Идите.